Уровень скрытой безработицы в апреле-июне 2019 года по стране составил 0,3%. Это значит, что порядка 30 тысяч работоспособных граждан нетрудоустроены. В июле этого года в экономике республики по оценке были заняты 8,8 миллионов человек. Среди занятого населения 76% от общего числа были заняты по найму. В центре занятости города Ак-Тубе сейчас зарегистрированы в качестве безработных 213 человек, которым оказывается содействие в трудоустройстве. Согласно комплексному плану содействия занятости, по городу Ак-Тубе у нас предусмотрен охват 14 579 человек. На сегодняшний день 56% от плана уже выполнено, то есть 8 170 человек уже трудоустроены. Из них молодежь, это у нас 4502 человека. По первому направлению программы занятости предусмотрено переобучение 945 человек по востребованным специальностям на рынке труда. На сегодня 376 уже направлены по специальностям. Основные востребованные специальности, так как известно, рабочие актюбинцы проходят переобучение на бесплатных курсах и устраиваются на работу в качестве электромонтажников, слесарей, маляров, электрогазосварщиков, швей, парикмахеров и других. Есть возможность также получить кредит или воспользоваться направлением молодежная практика. При реализации второго направления программы предусмотрена выдача микрокредитов 114 участникам программы. На сегодняшний день 64 участника получили микрокредиты в размере 711 миллионов в девять десятых тенге. В рамках второго и третьего направления программы развития рынка труда через содействие занятости населения и мобильности трудовых ресурсов на 1 августа 2019 года по программе «Социальные рабочие места» направлено 226 участников при плане 150 человек. В 2019 году в рамках проекта «ЖАСКО САПКЕР» направлены на курсы по основам предпринимательства 140 человек. Из них 130 – это молодежь в возрасте от 18 до 29 лет и 10 – из малообеспеченных и многодетных семей. Также для трудоустройства граждан в этом году запланировано проведение 11 ярмарок-вакансий, 9 из них уже состоялись, в результате чего были трудоустроены 605 человек. Но по-прежнему жители города сталкиваются с проблемой трудоустройства даже при таком, казалось бы, активном содействии. «Соискатели не устраивают низкие зарплаты, график работы, тяжелые условия труда, работодателей, как ни парадоксально, отсутствие опыта у молодежи и большой возраст людей как раз с хорошей практикой». Ирина Гуть, Смирлан Манжолов, программа «Факт».